Я очень рад новой встрече с вами. Хочу задать вам вопрос, как у вас дела? Вы, скорее всего, ответите хорошо. Конечно же, желаю вам самого лучшего в вашей жизни и в сегодняшнем дне. Но очень часто мы просто на автомате отвечаем хорошо, несмотря на то, что реальность другая. Мы скрываем наши трудности, проблемы и печали. Мы не хотим раскрываться всем подряд. Наша скромность заставляет нас отвечать хорошо, и мы таким образом избегаем лишних вопросов. Сегодняшняя тема звучит так. Лекарство для сокрушенного сердца. Мы должны понять, что мы не говорим о неудачном дне, плохом настроении или неприятности. Сокрушенное сердце — это совсем другое. Сокрушенное сердце — это значит пережить травму, разрыв, глубокую печаль, скорбь. Речь идет о чем-то серьезном, что происходит в нашей личной или семейной жизни. Мы сталкиваемся с этим ночью и днем. Сокрушенное сердце является реальностью для стольких людей. Вспомним Иова, который был искушен до предела. Его мысли могут стать нашими. Он подумал, ведь жил праведной жизнью. Почему это все происходит со мной? Где Бог во всем этом? Когда сердце затронуто, когда в нашу жизнь всей силой приходит то, что нам кажется столь несправедливым и злым, мы мыслим, как Иов. Я же ведь жил праведно. Зачем это пришло в мою жизнь, Господь? Где Бог? Почему я больше не чувствую, что Он рядом? Мне кажется, что Он настолько далеко. Первое, с чем мы сталкиваемся, когда сердце сокрушено, так это чувство, что Бога нет рядом со мной. Однако это только чувство. Мы, конечно, не отрицаем боль и страдания, они реальны. А в Библии есть книга «Плач Еремеи». Это довольно короткая книга. Итак, мы можем и имеем право плакать и озвучить нашу печаль. Тем не менее, нам нужно совершить поворот. Мы должны принять решение не застрять в нашем страдании, которое изолирует нас. Слово Божие, к которому мы любим обращаться, поможет нам. Слово Божие говорит нам, что тот, кто праведен во Христе, будет жить с верой. Это означает, что нам нужно кормить нашу веру. Мы должны верой ухватиться за личные обетования, которые касаются нашей ситуации. Поэтому мы должны постоянно обращаться к Слову Божьему. Слово — это жизненная сила, которая нам позволяет ставить веру на трудными жизненными обстоятельствами. Я вспоминаю слово малого пророка Аввакума. В своей книге он описывает различные бедствия, которые придут на израильский народ. И в самом конце он пишет, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, ну и так далее. Но затем он приходит в себя и дальше говорит его вера. После того, как он описал печаль и состояние сокрушенного сердца, он говорит, «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Господь, Бог, Силы моя. Итак, это его решение. Послушайте, что он говорит дальше. Он сделает ноги мои, как у оленя. Он осознает, что вера в Бога придает ему легкость. Он завершает следующими словами. «На высоты мои возведет меня». Он возводит меня над реальностью, которая причиняет мне боль. Он возводит меня на более высокий уровень. Вера ставится над обстоятельствами, которые хотят нас сразить. Итак, первое естественное чувство, которое возникает, — это «Бога нет рядом. Он не был со мной в моей печали». Враг душ человеческих, дьявол, также хочет сказать мне, «Ты же видишь, что молиться бесполезно, упорствовать бесполезно. Ты сделал все правильно, но Бог оставил тебя». Нам нужно сопротивляться этому обману. Нам нужно верой в Слово Божие и провозглашением Слова Божьего устранить эту ложь. Я могу победить эту ложь. Я также могу победить это внутреннее чувство, что Бога нет рядом со мной. Это чувство, которое не соответствует реальности Слова Божьего. Господь говорит, «Я с тобой в каждом дне. Если ты будешь держаться за меня, я буду верен тебе. Даже если ты не верен, я остаюсь с верным Богом». Друзья, это те основы, которые определяют стабильность христианской жизни. Мы должны помнить, что лекарства для сокрушенного сердца — это две вещи. Во-первых, Бог рядом с теми, чье сердце сокрушено. Мои чувства говорят, что Бог далеко. Мой опыт говорит, что Бога не было со мной. Но Библия говорит, «Бог рядом». Бог знал, что наши чувства будут говорить обратное. И Он в Своем Слове множество раз подчеркивает, что Господь близок к сокрушенным сердцам. Реальность такова, что Бог есть Бог сострадающий. Он не оставляет всех, кто проходит испытания. Во-вторых, Бог не только рядом, но Он также действует. Он касается того, что человек не в силах исцелиться. Написано, что Господь исцеляет сокрушенных сердцем. Он исцеляет сверхъестественным образом. Он действует там, где человек не может. Бог исцеляет. В Евангелии от Луки 4 главе написано, что, проповедуя в Назарете, Иисус сказал о том, что Он пришел исцелять сокрушенных сердцем. Это сверхъестественно сокрушенное сердце может быть исцелено. Ты можешь подняться и начать заново с утешением сердца, хотя сердце было испытано. Завершаю я словами из 60-го псалма. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердце моего. Вызведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Он поднимает нас на новые высоты, потому что Он рядом с теми, чье сердце сокрушено. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Сокрушенное сердце. Что же это? А это значит пережить травму, разрыв, глубокую печаль, скорбь. Тут речь идет о чем-то очень серьезном, что происходит в нашей, скажем, личной или семейной жизни. Сокрушенное сердце является реальностью для многих людей. Мы можем плакать и озвучивать нашу печаль, но мы должны принять решение не застрять в нашем страдании, которое изолирует нас. Слово Божие, к которому мы обращаемся, оно поможет нам жить и ходить верой. Всем сердцем желаю вам ухватиться за эти обетования. Мы вспомнили всего лишь несколько из них. Осознайте то, что Бог говорит вам. Конечно, нужно время. Дайте вашей боли утихнуть и примите Слово Божие для вашей ситуации. Оно принесет вам сверхъестественное утешение, мир, силу, чтобы вы могли вновь подняться и идти вперед. Пусть Бог обильно благословит вас. До скорой встречи в следующей программе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!